Под патронатом губернатора Челябинской области. Кожевников Кирилл. Мобильная бургерная станция. Циммир Артём. Продажа продуктов по подписке. Умаров Марат. Проект «Этнопарк». Пескунов Максим. Производство салфеток. Букин Михаил. Кинопроизводство. Курапова Диана. Центр досуга молодых мам. Герасченко Юлия. Коворкинг-центр. Иванов Денис. Проект «Нанопроволока». В эфире реалити-шоу «Просто бизнес». И это последний выпуск перед финалом. Всего два месяца назад у участников была лишь идея. Сегодня пятеро финалистов покажут вам, на какой стадии находятся их бизнес-проекты. Финал реалити-шоу «Просто бизнес» совсем близок. И участникам остаётся всего неделя, чтобы закончить разработку своих бизнес-проектов. На прошлой неделе, не справившись с краш-тестом, Александр Калугин покинул проект в шаге от финиша. Один из проектов не убедил экспертов в своей состоятельности. Александр, это ваш проект. К сожалению, сегодня вы покидаете шоу. Кто они, пятёрка финалистов? Как изменился их проект за время шоу? И как изменились они сами? В сегодняшней серии мы познакомимся с ними получше. Сейчас я познакомлю вас со своим бизнес-партнёром Павлом Дерюгиным. Мы всем знакомы уже очень-очень много лет. Паш, привет! О, приветик! Как дела? Ничего, нормально. Ты говорил, что-то у тебя там есть для меня показать. Давай, бери стул. Давай. О, это что такое? Это бомба. Это огнетушитель или бомба? Это огнетушитель, но это просто бомба. Смотри, три эскиза первые, которые готовы. А это что за технология? Это аэрокраска какая-то или нет? Смотри, как раз то, что мы сегодня последнее нашли, это термоусадочная плёнка. То есть мы на плёнке вот это всё печатаем, там полноцвет, то есть любую картинку можно сделать. И всё, потом уже нагревается и, в общем, она садится. Здесь можно всё, что угодно сделать, да, насколько я понимаю? Совершенно ясно. А оборудование дорогое, недорогое? Ну, я посмотрел, то есть примерно по ценам, там от 50 до 100 тысяч можно уложить. Ну, в любом случае, мы это завтра не запустим, поэтому нам от чехов не вариант, да, как ты сказал, не будем отказываться. С сегодняшнего дня чехол – это не актуальная тема. С сегодняшнего дня термоусадочная плёнка на огнетушителе – это актуальная тема. Инвесторы, мы вас ждём. Я забираю рисунки себе, макеты. Я сейчас к Вану Сергеевичу. Угу. Вот. Ну, всё, давай, я тебе не буду отвлекать это сейчас. Давай, счастливо. Давай, вечером созвонимся. Давай, пока. Пока. Сейчас мы едем за чехлами, потому что тема с чехлами ещё актуальна. Нам нужно продавать, нам нужно зарабатывать. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваш заказ готов. Отлично. Можете принимать один готовый чехол и второй. О, уже сразу. О, огнетушитель. Да. Алло. Да, Иван Сергеевич, да, я сейчас подъеду уже. Как раз уже ждут на следующей встрече. Это второй получается, да? Это второй, да. Чехол. Возьмите. Угу. Спасибо. А у вас дома есть огнетушитель? Нет, у меня дома нет огнетушителя. Нет? Ясно. Ну, всё хорошо. Ну, я теперь знаю, где его взять. Отлично. Обращайтесь, я вам предоставлю даже скидочку. Хорошо, спасибо. Всё, было приятно работать. До свидания. До свидания. Реально проект предоставил мне возможность открыть бизнес с нуля. Буквально за месяц мы его сформировали, реализовали и практически уже у нас стартуют продажи. Деван Сергеевич, здравствуйте. Дмитрий, добрый день. Проект Дмитрия, пожалуй, единственный, где уже можно пощупать реальный продукт. И уже начались реальные продажи. Он как раз вам привёз, да, партию огнетушителей, о которой мы с вами разговаривали, в чехле. Иван Сергеевич, вот, в принципе, те огнетушители в чехле, о которых я говорил, то есть бежевый, чёрный, остальное у нас в коробке лежит. Вот, я бы хотел ещё, знаете, что вам предложить, чтобы вы собрали ваших торговых менеджеров, вот, например, завтра или, там, в удобное для вас время, я бы с ними переговорил. А, ну да, конечно, надо, чтобы они это в курсе были по всем деталям. Ну, собственно, давайте завтра, вот, с утра у меня просто оперативка с ними будет. Во сколько, в 9, в 10? Давайте, в 9 прям вы приедете, мы, ну, 9-15, короче, мы сразу своё там проведём. Отлично, я вам расскажу плюсы и минусы, почему человек должен купить, раздал вам буклеты, визитки и так далее. Мне от вас, единственное, нужно договор. Да, договор поставки есть, стандартный, сейчас я приготовил. Вот, два экземпляра. Угу. А можно у вас ручку попросить? Да, конечно, пожалуйста. Немножечко будут изменения впоследствии, то есть от стандарта огнетушителя в чехле, это у нас сегодня я со своим партнёром Павлом встречался, вот он предложил такую интересную тему, это имитушитель в плёнке в любой цветовой гамме, вы можете, кстати, посмотреть. Вот, они будут немножко дороже стоить, но, я думаю, эффективность продаж возрастёт в разы, то есть он реальный, красивый, интересный, глянцевый, матовый, можно любой делать. Не, ну давайте вы какие-нибудь буклеты или брошюры что-то вот на эту тему сделаете, чтобы торгового представителя что-то на руках с собой было, что можно конечному клиенту показать. Да, мы обязательно это всё сделаем, да, обязательно, это будет также на нашем сайте представлен этот материал, но эту продукцию мы будем где-то запускать где-то буквально через месяц. А, ну давайте после Нового года ещё, значит, встретимся с вами, это обсудим. Ну, в принципе, у меня вопросов нет, если... Ну всё, да, контакты есть, как бы, созвонимся, ну и завтра тогда в 9.15 я вас в офисе у себя забыл. Всё, договорились, до завтра. Ладно, всё, рад был знакомств, всего доброго. До свидания. До свидания. Сейчас я еду выбирать бескаркасную мебель, узнаю всё по ценам, по наполнителям, по размерам, по формам. В общем, у меня много вопросов, будем узнавать. Яна, это вы? Здравствуйте. Я вам звонила по поводу мешков, можно поговорить? Вы хотите, пожалуйста. Мы открываем каворкинг-центр, и нам нужно, ну, порядка 10 где-то очень удобных мягких кресел без каркаса. Мы определились, смотрели вам по размеру, какие нужны кресла, примерно? Ну, максимально удобные, чтобы это были, и не сильно маленькие. По материалу у нас есть два варианта для общественных помещений. Это такой первый вариант, это типа плащёвки ткань. И второй вариант подороже, он мебельная кожа. Естественно, мебельная кожа в эксплуатации намного дольше, ну, и выглядит более достойно, так скажем. То есть, я так понимаю, можно выбрать абсолютно любую расцветку, любой принт, да? Да, любое кресло можно сделать из любой ткани, из любой расцветки. И вот можно здесь обратить внимание, что есть разные расцветки кожи, можно, допустим, комбинировать цвет, сделать в каком-то фирменном стиле и там под ваш интерьер. Юль, давайте я дам вам нашу визитку, вы подумаете, посмотрите ещё на сайте и напишите мне письмо, чтобы вы хотели, я вам вышлю прайс. И в зависимости вот от объёма уже будем обсуждать цену, поставки, сроки. Я так поняла, что вы в январе уже хотите открыться, будем успевать. Наполнитель везде одинаковый, такой же, как здесь. Да, наполнитель одинаковый, называется он динополистирол, вот такие вот шарики. То есть он без срочного пользования, да? Со временем наполнитель даёт небольшую усадку, его можно подсыпать. Всё, спасибо мне, всё понятно. Я тогда жду от вас предложения на почтовой адрес и по ценам. Сориентируемся, я думаю, что в конце недели, может быть, сделаем уже заказ. Всё, хорошо, и ждите информации от меня, на связи. Всё, спасибо, до свидания. И вот уже Юля встречается со своим первым потенциальным клиентом, который заинтересован в реализации её проекта. Скоро откроется большая комната, откроется мой проект. Там будет и зона для каворкинга, и зона для презентации. Мне сейчас важно ещё раз, чтобы мы с тобой вспомнили, что будет нужно и важно для работы тебе, чтобы все условия были подходящими для тебя. Ну, что ты такое хочешь, что более фривольно, такое, как дома. Как дома ты себя чувствуешь, так и чтобы здесь было. Можно было бы, чтобы и кулер тоже стоял. Да, чай, кофе – это в любой момент доступ к кулеру, к воде, это, конечно же, обязательно. И если ты будешь являться нашим постоянным гостем, то у тебя будет возможность круглосуточного доступа. То есть, там, иногда днём высыпаешься, а ночью хочется поработать, поэтому дома не всегда есть такая возможность, но можно приходить сюда и работать здесь. Это только для постоянных гостей. Ну, это да, это если абонемент приобретаешь, если зарекомендовала уже себя как… А абонемент дорогой будет? Ну, в среднем цена недорогая, пока от 5 до 6,5 тысяч. В месяц? Да. Помимо абонементов будет возможность почасовой оплаты работы. Вот, поэтому… А сколько почасовой? Почасовая оплата пока… Решается. Суждается, да. Ну, на самом деле, в среднем это будет от 100 до 120 рублей, не больше. Ну, на данный момент это единое пространство, в нём две зоны и отдельно ещё кухня и отдельно два помещения. Одно из которых презентационный зал, другое, ну, пока ещё рассматривается. А вот эти две зоны, это как я? Одна зона молчания, а другая рабочая или что? Ну, в одной зоне можно общаться, в другой, да, это что-то типа зоны тишины. В другой нельзя общаться. В другой нельзя. Да. Здорово. Я просто визуально хочу это всё представить, да, как-то, где, допустим… Поехали с нами смотреть помещение. Поехали. Поехали, у меня время есть. Если нужно какие-то… вот тихую зону, как ты говорила, её, наверное, лучше на втором этаже делать. Потому что там-то слышно не будет. Слушай, там есть вот такие классные штыри. Я к чему? Я к тому, что вот если что-то сделать, типа, не знаю, гамак где-то подвесить, какую-то такую… Надо смотреть, выдержат ли они. Просто, видишь, они здесь прикреплены для освещения. Ещё нужно уточнить у арендодателя, насколько мы можем вмешиваться в это пространство. И что мы можем с ним делать. Здесь помещение хорошо для презентации. А проектор куда тогда? Видишь, я думала, чтобы проектор можно было просто на стену. Надо посмотреть, как здесь по звукоизоляции. Но, на мой взгляд, здесь можно сделать переговорную комнату или тихую зону, как ты хотела. Давай ещё второй этаж посмотрим. А наверху, нет, не наша, а наверху такую зону релакса. То есть и отдых, и, может быть, тут же что-то перекусить. Открывать бизнес Юля планирует одна. Но она всегда может рассчитывать на самых близких людей в её жизни. Скажи, я Наташа Герасченко? Или ты кто? Или ты зайка просто? Я прям на шоке делаю. Ну всё, встань хорошо, пожалуйста, ровно. А то мы как будем одеваться? Денис – единственный финалист, проект которого связан с производством. От этого вся его сложность и привлекательность. Родина, я сейчас зайду? Давай. Нужны точные характеристики установки, то есть ширина, длина, высота. Была высота метр шестьдесят, ширина метр двадцать и длина метр девяносто. Практически в любом тёплом помещении, даже в офисе. То есть, по сути, мы можем вот здесь даже несколько поставить? Да, она работает бесшумно, никому не мешает, тише компьютеры работают. Какие ей нужны мощности? Где-то около десяти киловатт. Вот специально для тебя Денис приготовил фотографии этого станка. Вот внешний вид, отдельные узлы, посмотришь, барабаны, намотки. Он не такой большой, компактный, полностью автоматизированный, да? Да. Я знаю, что у немцев есть тоже производство этой проволоки, но оно там дороже, да? Значительно дороже. А сколько килограмм стоит у них? Ну, с нами вели переговоры, и из этих переговоров мы узнали, что у них средняя стоимость её 110 тысяч евро за килограмм. А мы продаём за 4 тысячи евро? Да. У нас с промзоной не получается. Есть ли какие-то варианты, где можно ещё раз установить установку? Да, мы подумали и выяснили, что у нас рядом есть свободные площади, тёплые, прямо здесь вот в офисе. Можно пройти, посмотреть, как бы подходит идеально для установки этого оборудования. Ну, это помещение по габаритным размерам, как бы, вполне подходит. Плюс здесь у нас щитовая, то есть по мощностям тоже, как бы, входим по электрическим. Главное – подобрать персонал. Обучение проводит именно фирма, которая предоставляет нам это оборудование. Каждая вот эта плита выдерживает нагрузку на 1 квадратный метр 800 килограмм. То есть, в принципе, мы спокойно 4 установки сюда поставим? Ну, в принципе, там подвал, если что, можно даже усилить его, там подпорки поставить, трубчатые. Кстати, это вот реально надо будет сделать. Проект востребован, и у Дениса уже есть потенциальные клиенты за рубежом. Гутантак, рау Гидлера. А, хайлё, Денис. Срау Гирлинг. Окей. Сенден си битт ден фертаг аф мэйнмээйл, окей? Окей, обгамат. А, ун прецезирон си битт ден прайс, окей? Окей. Окей, окей. Окей, обгамат. Ауфи дырзеян. Ауфи дырзеян, Денис. Ага. Как далеко, как холодно. Самый конец щитовая. Техно, Николь, вроде здесь. Мой проект, который я продвигаю, это эксплуатируемые зеленые кровли. Мне бы хотелось устанавливать постоянные экспозиции с озеленением и с террасами. Что ваша компания может предложить по материалам? В состав битонополимерного вещества, из которого сделан гидролизационный материал, добавлены специальные компоненты, которые останавливают рост корней. Данные две системы являются стандартными для нашей компании. Они представлены в нашем каталоге систем. То есть, если необходимо на определенный квартал иметь определенную площадь зеленых насаждений, но это технически невозможно реализовать, начиная делать зеленые насаждения на зданиях. Тем самым обеспечивая необходимые требования по зеленым насаждениям. В более продвинутых регионах в этом смысле уже начали такой опыт высаживать деревья поверх зданий. Замечательно. Вот и, собственно, момент, на который стоит обратить внимание особо. Хорошо, ясно. Спасибо большое. Команда – это важная часть бизнеса. Иногда этого достаточно для остановления бизнеса, а иногда слишком мало. Здравствуйте. Оля, привет. Посмотрела у тебя документацию, которую я тебе высла? Да, мы выбрали пять наиболее интересных. А тот, который на ЧМЗ входит за сюда? Знаешь, на самом деле, мы рассматривали, думали, что это может быть интересно. Дмитрий, может, съездим на ЧМЗ, посмотрим объект? Можно съездить, мы можем после обеда. Хорошо. Хорошо, на ЧМЗ мы сегодня съездим. Завтра я буду на крыше выставочного зала, съезжу, поговорю с директором, что они хотят, запрошу всю документацию. Кстати, какие там документы нужны? Самое главное – общие планы, разрезы. Я эксонометрию коммуникации, которая выходит на крышу, чтобы ничего там не зацепили. Да, но я еще отфотографирую на всякий случай все. И там уже посмотрим, вообще реально, нереально там это все установить. Ну, удачи. Антон, вот наш дизайнер, первый день на рабочем месте. Разобрался немножко? Разобрался. На следующей неделе привезем компьютер, все будет. Высылал тебе документы, методичку и рекомендации, читал? Да, я все просмотрел. Замечательно. Ну все, тогда можно будет приступать. Ну пока, почитай, а там на следующей неделе уже будем конкретно приступать. Хорошо. Спасибо. Вот она, настоящая крыша, на которой можно реализовать то, о чем я мечтала. На этой крыше мы можем сделать небольшое озеленение, небольшую эксплуатируемую часть. Все, что находится дальше, у живого пространства, мы можем покрыть только газоном. Но вот в этой части мы можем разместить и скамеечки, и небольшие какие-то кустарники, и, конечно же, клумбу с цветами для того, чтобы создать вот это ощущение парка. У Марата, в отличие от остальных участников, уже есть инвесторы, которые готовы вложить деньги в его бизнес. Ну что, рассказывай, как продвигаешься? На данном этапе мы занимаемся проектными работами, то есть разработкой проекта планировки, также согласованием с различными инстанциями, то есть Роспотребнадзор, Росхельхознадзор. Я сейчас узнаю, то есть какие согласования, какие акты нам нужны для того, чтобы создать этот этнопарк. Если не получится, да, выиграть эти три миллиона, ну, будет обидно, но, тем не менее, я, наверное, не остановлюсь. Почему? Потому что уже бывшие участники, да, то есть Диана Курапова, Денис Шакиров, Саша Калугин, выразили желание стать арендаторами, да, то есть пополнить тот костяк, тот пул арендаторов, который... Ты что, и свой проект заманил? Ну да, не выиграю эти три миллиона, в любом случае это получится, только единственное, что с деньгами сделать работу легче и быстрее, чем без денег. Растянется это на какой-то неопределенный срок, видимо, но я буду прикладывать усилия, чтобы найти другие какие-то инвестиции. Также возникла идея по возведению ремесленной свободки, то есть там, где люди будут заниматься ремеслом, то есть это гончары, это пузнецы, это мастера по камню, то есть то место, куда люди будут приходить учиться к какому-то ремеслу. Как хочешь, сделать так, чтобы можно было посмотреть, потрогать, как это там делается? Да, то есть человек приходит в гончарную мастерскую, да, то есть гончару, вылепливает вместе с ним кружку, пишет дорогой маме, ставит эту кружку, они впечатлили обжига, два часа у него свободно для того, чтобы погулять. Вот эти два часа он гуляет, кушает шашлык, катается на конях, стреляет из лука, потом возвращает через два часа, забирает свою кружку, уже обожженную, с надписью для мамы. Но человек-то думает, что он купил кружку за 200 рублей, но на самом деле потратил он 5 раз по 200, только в разных местах. Но все вот эти деньги, которые он потратил, они остались у моих арендаторов, соответственно, они заработали. Моя задача – обеспечить арендаторов трафиком и деньгами. То есть счастлив арендатор – счастлив я, несчастлив арендатор – несчастлив я. Окей, хорошо. Мысли понятны. Сейчас мы приехали в Центр праздничных технологий «Аэробус». Центр принадлежит моим друзьям. Я хочу попросить, чтобы они отвечали в моем городе за креатив и за наполняемость города жителями и посетителями. То есть они будут отвечать за саму этноатмосферу. Друзья мои, любой бизнес начинается со старых друзей и знакомых. И здесь я пошел по этому же пути. Есть у нас ресурс. Ресурс – это земельный участок площади тысячи гектаров. А есть какое-нибудь количество денег. Есть электричество на этом участке. Но нет креатива. Так вот, вам бы хотел попросить... Не попросить... Вам бы хотел делегировать полномочия по созданию праздника на этом участке. То есть на участке города счастья. У нас на самом деле все есть для того, чтобы на голом месте построить готовую инфраструктуру. То есть это и шатровое хозяйство, у которых... Ну, оно у нас у единственных, допустим, в области. Вот. Можно, если какие-то на первоначальном этапе проблемы с электричеством. И это автономно, потому что пар генераторов. Вот. Ну и, естественно, все, что связано вообще с праздниками. То есть это и звук, и световое какое-то оборудование. И здесь, мне кажется, вот, если мы говорим про такой объем, как тысячи гектар, да, здесь самое уместное говорить про проведение каких-то фестивалей, для которых, кстати, вот с площадками проблема. Люди, ну, вот они в мегаполисе находятся. Они все равно каждый день в офисах, на работе. И, ну, им хочется поехать на природу. Мы, конечно, должны подумать, что мы им можем предложить. Нет, ну, то, что нам интересно, что нам интересно, это совершенно очевидно. Потому что, ну, хочется делать что-то большое и, скажем так, творить. Надо писать конкретную программу. То есть сработаемся. Ну, конечно, сработаемся. Совершенно очевидно. Я надеюсь, что в следующей встрече мы уже соберемся все вместе, то есть с архитекторами, с дизайнерами, с вами, творческими людьми. И все вместе составим и нарисуем план нашего будущего города. Мы едем сейчас к моему другу Карену. У него большой опыт из ресторана деятельности. Я хочу отдать юрту ему в аренду. Только потому что никто, кроме армянина, так не встретит гостей, как умеют это делать армяне. Карен. Я сейчас участвую в реалити-шоу «Просто бизнес». И вроде бы как нашелся инвестор, который готов соорудить эту юрту, который готов сделать ресторан. Но единственное, что никто лучше армянина не может встретить гостей и накормить их. Я хотел тебе делегировать полномочия по именно управленческим функциям вот этого ресторана. Карен, немаловажной фишкой этого ресторана должно быть то, что люди должны попадать как бы назад в прошлое. Все будет в национальном стиле. Будет в шкурах, в мехах, в коврах. Еда будет готовиться именно на костре. То есть, как тысячу лет назад. Люди будут ощущать атмосферу именно тех времен. Все будет в лучшем виде, я тебе обещаю. Я верю тебе, Карен. Да, слушай. Кто? Ай, ты что здесь, Статик? Здорово, здорово, здорово. Пока в процессе, то есть, финал на следующей неделе. Все еще, так скажем, в проектной стадии. Да, я за рулем, я тебе перезвоню, когда еду. Давай. Спустя семь лет человек нашелся. Семь лет не слышал, не видел. Здесь по телевизору увидел. Хочет у меня участок взять, елки какие-то свои выращивать. Пусть берет, не жалко. Привлекать в свой бизнес друзей, уже состоявшихся предпринимателей, вот козырь Марата. Марат, смотри, сейчас мы солим рыбу традиционным способом, то есть, у нас линия посола фасуется в пластиковые ведра, а у тебя мы будем солить в деревянных бочках по старорусским рецептам. То есть, это будет экологическое производство без консервантов, без всяких химических добавок, чтобы человек кушал из нас. То есть, вода, соль, перец и рыба? Да, то есть, рецептура разная, разные ингредиенты добавляются. Пойдем на линию копчения, пройдем. Можно коптить от простых, селедка, горбуши и тому подобное, до осетровых пород, подаваемых к садскому столу, то есть, на Древней Руси. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова